всем привет меня зовут ильдар этот канал о высшей математике и математике в целом в своих видео я постараюсь рассказать вам именно практическую часть математики то есть на основании моих видео вы научитесь решать именно задачи то есть будет минимум теории и максимум практики вам всем желаю приятного просмотра так давайте сразу начнем с определения вернее с определителя первого порядка во первых матриц первого порядка это любая матрица где будет единичный элемент допустим матрица вот такая из одного элемента и определитель во первых это такая вертикальная палочка слева и справа и из одного числа то есть определитель первого порядка будет равен самому этому числу далее давай сразу разберем определитель второго порядка допустим давайте я буду сразу писать определитель без матрицы допустим значит определитель второго порядка во первых матриц второго порядка то у которой две строки и два столбца нужно знать про матрица что у них есть главная диагональ вот она это главная диагональ а это побочная диагональ или вторичная диагональ ее называют еще и чтобы найти определителя второго порядка нужно просто найти произведение главных диагональ элементов главных диагонали то есть у нас один умножается на два и отнимается произведение побочной вторичной диагонали то есть отнимаем тоже произведение вторичной диагонали получаем 2 плюс 15 будет равняться у нас 17 значит теперь рассмотрим определитель третьего порядка матриц третьего порядка значит у матриц третьего порядка также есть главная диагональ вот она состоящий из элементов 1 5 и 9 и обычно чаще всего определитель третьего порядка находится находит через как раз вот это наше будет правило сариуса то есть сейчас кратко расскажу вот у нас как раз вот это наше определитель третьего порядка вот это у нас главная диагональ вот она и также есть рядом с главной диагональю вот такой треугольничек получается вот это первый треугольничек и вот это второй треугольничек и отнимают потом точно также по сути симметрично как диагональ вторичную вторичную и также есть треугольники у вторичной диагонали вот давайте сейчас как конкретно на примере разберем то есть у нас есть главная диагональ то есть у нас есть главная диагональ состоящая из элементов 1 5 и 9 и мы их перемножим сразу потом значит у нас есть рядом с главной диагонали это 2 6 и 7 прибавляем 2 на 6 на 7 далее значит тоже есть еще другой треугольничку же 4 8 3 прибавляем его и отнимаем уже элементы побочной диагонали вторичной диагонали состоящий из элементов 3 5 и 7 то есть 3 на 5 на 7 далее у нас рядом с побочной диагональ 6 8 1 и также рядом у нас 4 2 и 9 так и если посчитать все это то получим мы в итоге 0 спасибо что досмотрели это видео до конца надеюсь вам было все понятно но если совсем непонятно и нету времени в этом во всем разбираться то под видео есть информация как можно со мной связаться есть как онлайн помощь так и оффлайн помощь так что пишите не стесняйтесь еще раз спасибо за просмотр